ребят привет всем всем здрасте у нас сегодня просто нереальная жара по ощущениям вообще 40 градусов я не знаю для меня жарко когда жарко в риге в латвии очень тяжело я переношу потому что у нас очень большая влажность и я вот только вышла так у нас дома проветривание мы там все окна открыли все вышло на улицу прям хочется вдохнуть свежего воздуха и не можется не можется а впереди обещают вообще недели жары 35 отрезка 31 градус тени на солнце вообще боюсь представить сколько не знаю как я это вытяну потому что ну мне реально тяжко вот особенно мне стало тяжело переносить после родов после первых родов и после вторых я прям стала очень сильно не любит жару в нашем климате у нас приморский климат и в приморском климате 31 там 35 градус ощущается совершенно по-другому чем например климате континентальном где воздух более сухой а у нас именно в прибалтийский приморский из-за влажности воздухе создается такой эффект сауны парилки но в общем посмотрим может быть съездим на морюшку как-нибудь у нас длинные выходные в стране поэтому надеюсь что удастся хотя бы может быть открыть купальный сезон так мне пришла посылочка с эйсос заказала себе туфли но не знаю насколько они будут практичны я думала так знать чисто для образов потому что они на каблуке и на платформе и заказала себе юбку если получится покажу вам как это все выглядит и посмотрим буду ли я это отправлять обратно или же нет не вытаскивается пока не сюда запихнуть и сейчас придется двумя руками слушайте да вот такая карабель тяжелая достаточно ну да там у меня две пары обуви и одна юбка придется сейчас переть и еще в магазин надо зайти купить продуктов я не знаю как это все унесу правда одним махом кстати тестирую новый spf на лице он мне кажется не так сильно блестит как предыдущий потому что предыдущий просто как реально можно было блины жарить на моем фейсе так сказать этот минус у него какой у этого что он все-таки с запахом я купила в аптеке я дерма типа он гипоаллергенный и анти шайн написано то есть анти вот этот жирный блеск все равно конечно за поблескивает на думаю что в спс невозможно добиться полной матовости крайней мере у меня этого не получалось сделать до сих пор и так как у меня все-таки аллергия на многие компоненты вы знаете уже меня после лёва после родов началась аллергия я могу мазать на себя практически все только гипоаллергенная так что поэтому у меня гипоаллергенная косметика гипоаллергенные крема гипоаллергенная все духами я не могу пользоваться потому что аллергия поэтому я не могу например некоторые визажисты мне предлагают меня там накрасить я бы с радостью но я не могу потому что у меня начнется аллергия и тогда это будет полный полный трындец открыла для себя офигенное масло вот такое вот оно стоит не дешево 389 вообще но ведь экспортное масло с трюфелем очень необычный вкус но я прям советую я первый раз вообще пробую трюфель и прямо делает ваши обычные бутерброды с маслом и сыром прям на миллион долларов я даже две пачки возьму покажу вам дома как она выглядит она такая жирная кремовая кусочки маленькие вот этого вот трюфеля хлебный суп мой любимый десерт я уже вам про него рассказывала также для меня стало открытием вот это вот этот вот зефир от бренда скривер салдуми там внутри коробка конфетка коробка боже мой они такие классные вот особенно когда свежие вы только что пачку открыли прям тает во рту мне очень понравился стоит евро 89 вот тут еще новинки смотрите клубничный ванильный ну и вот такой вот как бы с карамелькой эти два я еще не пробовала а вот это прям не зашло там зашло на ура смотрите воды как мало пить его в такую жару все как правило быстро разбирают ты хочешь крем попробовать или супчик или черное тоже только крем ну как вкусно класс будешь еще вкусно но больше не буду супчик я съела холодная это называется хлебный суп хлебный суп называется он уже попробовал на гилайк хочешь попробовать вот это вот не надо руками лев ну руками зачем ты загораживаешь хочешь попробовать черное вот это вот это хлеб такой ржаной это конфеты поменять поменять не не надо а ты хочешь крем зацепить ну давай зацепить чуть-чуть какая конфетка красивая что-то нарисовано сердечко вкусная конфетка какая коробка с игрушками пушками вот смотрите какие туфли белые изменяюсь металл это от ликопластыря клея остался папа еще учатик не красиво выглядит но сорян больше никаких посылок кто почему больше не таких посылок точно там не только для тебя а для меня нет и больше никаких посылок ты лёва огорчился что только для мамы посылка ну ничего в следующий раз тебе тоже может быть будет посылка почему я увидишь мои туфли все равно почему ну понятно дело что тебе мои туфли не нравится потому что это за мои туфли папа мои туфли ну я думаю что ему нравится мои туфли надо спросить у папы понравится ему такие туфли или нет да ну что ты думаешь? они очень хороши так что ты любишь? они очень комфортные тоже так что ты любишь? да почему конечно они выглядят они красивые да я даже могу сидеть не серьезно я могу сидеть так и снимать красивые фотографии они очень комфортные они очень комфортные они очень комфортные для платы платы очень красивая очень красивая 39 размер брала ASOS короче туфли очень классные мне нравятся и да реально для таких туфлей туфель босоножек они достаточно комфортные я читала отзывы тоже в отзывах говорилось что они именно удобные и очень легкие они выглядят такими массивными но на самом деле они практически невесомые короче я довольна главное их теперь найти куда применить куда бы их надеть выгулять такую красоту о смотри какие туфли космонавта не знаете такие тебе не нравятся? не почему? больше никаких туфель а что только покажи мою колорку хорошо так сейчас померяем тоже на платформе покажи теперь мою колорку да это другой тип но они еще очень классные я думаю они серверные сейчас кстати тоже неплохие туфли не туфли а такие мне кажется они выглядят очень стильно тоже на каблуке они как типа слипперы на хиле короче вердикт мне нравятся обе пары я буду оставлять мультики подожди секундочку можно туда пойти можно мама? куда? на детскую площадку на детскую площадку можно но сейчас там нет Вероники потому что мне кажется что они поехали отдыхать вот такая юбочка тут карманы есть они я говорю тихо потому что Петя спит они как бы придают дополнительный объем бедрам хорошо для тех у кого узкие бедра это не моя история у меня бедра достаточно широкие но я думаю что я ее оставлю эту юбку это не совсем может быть мой стиль но тем не менее мне кажется она неплохо смотрится у меня на высокой талии талии можно вот сочетать с таким вот топиком топик у меня от H&M ну и вот такие вот супер супер платформы платформа понятное дело не для прогулок с маленькими детьми в коляске это так куда-то выйти повыпендриваться хорошо потому что в таких тухлях далеко с коляской не уйдешь ну короче мне нравится мой сегодняшний улов я все оставляю это классно угадала со всеми тремя вещами а что скажете как вам так вот я вам хочу показать вот это вот масло с трюфелем оно очень быстро тает на самом деле вот в отличие от обычного масла оно даже вот когда вы его достаете из холодильника оно прям такое уже полумягкое и вот видите какая вот консистенция и внутри такие вот вкрапления я так понимаю что это частички засушенного вот этого трюфеля но у него очень и очень специфический вкус мне нравится и прям получается как я уже вам сказала в магазине такой сэндвич бутерброд для гурманов так что любителям чего-то интересненького на заметку такое вот масло с трюфелями такие вот бутеры бутербродики и и что к ним прилагается к ним прилагается малосольный огурец так я намазала мужа чтобы он тоже попробовал эту вкуснятину и он попросил на тосте смотрите как классно хрустящий тост для завтрака идеально кстати завтра надо будет так начать наше утро тост тост с маслом с трюфельным маслом ммм хрустящая корочка тающее масло на тосте какая вкуснятина привет всем здравствуйте мы начинаем свой влог с дачи мы сюда приехали первый раз после родов предыдущий раз мы здесь были за две недели до родов то есть это был это была середина марта и дальше у нас это уже три года и за три года мы смогли сформировать просто идеальнейший газон просто превосходный газон потому что мы косили регулярно мы покупали семена для травы не для травы а семена травы специальный такой газонный сменили две газонокосилки и в итоге у нас газон был прекрасный но так как мы в этом сезоне не косили я сейчас вам покажу во что превращается ой наш газон это просто жесть посмотрите это просто джунгли трава мне по грудь где-то вот это вот вот это вот такого у нас не было никогда возможно вот так вот выглядела дача тогда когда мы ее только-только приобрели то есть когда мы вот только приобрели здесь долго никто не жил и вот трава была реально по поясу просто жесть обидно я чуть не расплакалась потому что у нас был такой идеальный газон а сейчас это все просто пришло в не это как это в запущение да но не знаю что-то надо делать что-то надо с этим думать хочешь пончик пончик хочешь лёв я съем пончик знаете в чем заключается моя крутость моя крутость заключается в том что я сегодня с риги самостоятельно довезла нас с мужем с лёвой до дачи самостоятельно заехала на заправку то есть полностью сама это очень круто это прям level up level up платьишко мое которое я покупала еще в прошлом году мини пончики с валенем покупала на asos сейчас их уже больше нету потому что он ползлакорная коррекция но я его так и не поносила потому что у меня начался жуткий токсиков тут у него очень много игрушек нашла свой бантик который я помню очень много раздражал это лента мне кажется она прям идеально подходит к этому платью вообще неплохая композиция я такая белая прям вообще не загорала еще совсем но как есть так есть а моя шляпа здесь с этого места начинался мой токсикоз я тут спала я помню уже в августе ой паучок привет в августе уже когда мне было очень плохо муж спал отдельно с Лёвой я спала здесь потому что у меня уже тошнило мутило рвало вот это было даже еще не год назад представляете а у нас уже Петя которому три месяца вот это класс короче да газон конечно у нас очень ну по крайней мере меня очень угорчил потому что ну это вообще смотрите сколько тут работы а вон там у соседей как все красиво вот наша соседка видите у нее какие красивые все покошено все скошено у нас просто заросли неприятный сюрприз сюрприз со знаком минус но что поделать природа берет вверх поэтому нужно за газоном регулярно следить регулярно его косить что мы в принципе и делали но конечно когда Петька родился но нету не было времени муж работает Лёва ходит с садикой когда и Петька нам не давал вы знаете первое время первые два месяца вообще колики нас терзали не давали выспаться никому поэтому не было возможности так открываем шкафчик тут у меня платье что это Сандра тебе подарила точно это монстр трак да мои платьишки которые я хочу тоже в Ригу что-то забрать джинсовка очень классная смотрите с биркой с биркой тоже покупала вот буквально пришла мне эта посылка я прям помню у меня начался жуткий токсикоз я так не смогла вам снять видео видео очень стильная джинсовка смотрите она такая наполовину белая наполовину голубая интересный очень такой дизайн тоже возьму ее в Ригу но как видите да вообще не ношеная это на ASUS я заказывала но это бренд топ-шоп мое льняное платье из манго его я носила мой топик любимый топ-шоп которому уже сто лет платье с дня рождения белое помните если вы следите за мной то вы видели это платье я очень красивая тоже на ASUS заказывала так что так вещички мои железная дорога где ты нашел вот смотрите это кстати зеркало я уже говорила как-то в предыдущих своих дачных влогах оно не грязное оно просто очень-очень старое ну возможно сейчас оно уже и пыльное тоже в том числе но оно просто мутное класс смотрите как стильно смотрится платье 100% хлопок и вот этот джинсовка 38 размер но она такая оверсайз оверсайз и объемная слушайте какая стильная как раз для лета вообще супер класс так приятно знаете приходишь а вещи новенькие с бирочками с прошлогоднего моего улова я по-моему даже на скидках это все покупала потому что тоже был ну как конец лета конец сезона смотрится классно меня конечно это радует 38 размер да он прям смотрите какой хорошо оверсайз у меня здесь было столько вещей осталось летних что я некоторые из которых я даже не носила как я вам показывала да например ну даже это платье я не носила и также остались вещи с прошлого года которые я не успела не поносить толком не привезти в город поэтому у меня здесь и платье и шорты и вот там босоножки короче сейчас я вот буду складывать и отнесу отвезу в ригу потому что конечно я думаю что у нас не получится в этом году столько здесь побыть сколько мы были в прошлом году в прошлом году мы здесь жили очень долго и приезжали родители мужа и оставались тут надолго все мои майки ну куда мои майки подевались все мои вот эти вот черные маечки с очень дм а серая майка ты думал где они они все чистые постиранные и так как они у нас хранились на веранде в шкафу они даже не заплесневели потому что они у нас там очень много солнца а это типа такая ночнушка тоже очень удобная с печкой будет самое то опять черная мальчика такая вот база у меня тут их очень много юбка такая очень дай муская носила кстати прошлом летом достаточно часто такие вот велосипедки сейчас конечно они будут маловаты у меня есть вот такой же такая же от этого же бренда майка в этом платье кстати сегодня приехала тоже покупала прошлом летом в мальчендеме или даже позже прошлом и вот сегодня его надела первый раз но я думаю что поеду на пляж в этом желтом а на это уже в риге поношу я целый пакет набрал смотрите целый пакет вещей также тут пакет еще любимых вещей тоже какие-то маечки которые я думала куда это все подевалась смотрите шлепанцы которые все тоже откладывала до лучших времен со стразами такие блестящие со скидкой вырвала их извините за пол грязный потому что сами понимаете тут еще ничего не делалось вырвала за счетом с евро на столе они до этого 20 мне кажется они на солнце должны классно переливаться они все смотрите в этих стразах вау вау какая красота смотрите шикардос так ну что мы сейчас едем на пляж муж я решила все таки уступить мужу выехать отсюда потому что ну все таки здесь такая дорога не совсем не совсем хорошая можно так сказать очень жарко я просто надела этот эту джинсовку не потому что мне холодно просто потому что она уже не влезла в мои пакеты вот ну сейчас приедем на пляж посмотрим как там погодка там круги какой ты хочешь лёв какой ты хочешь круг тут всегда выставлены круги ой ребенок как рад море что-то я не вижу особо купающихся вода что ли холодная как-то не видно чтобы было много народу аккуратно только беги не упади обычно аккуратно ну что мы на пляже на пляже очень много народу кстати купаются все таки люди я еще вроде не пробовала муж пошел окунуться после того как он косил траву ему прям хотелось окунуться я тоже пойду очень приятно так ну что вода в принципе неплохая очень много зины я не люблю конечно это все но надо будет окунуться открыть купальный сезон я где тоже умудрилась потерять свою эту ленту которая у меня была в волосах не знаю куда она делась я переоделась и пойду купаться на море ух ух короче ребят я искупалась не с головой обычно вы знаете как я обожаю ну вы знаете если смотрите мои видео я обожаю нырять с головой но у меня сегодня макияж потому что мы думали, что мы еще зайдем в кафе не знаю, зайдем мы или нет потому что время на самом деле летит просто незаметно поэтому водичка классная еще дно очень холодное то есть не до конца еще прогрелось а вот верхние слои не могу сказать, что теплые но у нас на Балтике вообще редко можно сказать, что вода теплая но очень приятно освежающе спасибо спасибо